Всем привет! Сегодня пришли очередные посылки из Китая. Аж целых 4 штуки. Это у нас все, наверное, будут рыболовные снасти, приманки. Эти воблеры. Воблеры, воблеры, ратлины. Будем сейчас распечатывать. Первая посылка у нас все идут через Латвию сейчас. Оценена 0,23 цента. Распечатываем. Так, малость не распечатал. Рыжу аккуратно, чтобы на приманке краску не повредить. О, первым делом у нас... Эти... Червячок. Червячок это в подарок положили. Спасибо китайцам. Буду сюда на досточку вложить еще это дело. Так, дальше. Пусто внутри. Вбрасываем еще остальное. Это у нас воблерчик маленький, легкий. Он 5-сантиметровый. Скажется, 5,2 грамма. Заказываю я это уже не первый, это уже второй. Может, у разных продавцов не помню, но это второй по калитр. Запечатанный в один пакетик. И сам лежит в таком вот пакетике оригинальном. Видно, в своем. Воблерчик хоть и неприметный, но чувак и второй заказал, чтобы был в запасе. Еще одного вчера заказал третьего. Но этот воблерчик я ловил неплохо жиры. Также заказал лайтовую катушку. Ну, удилище, наверное, дома куплю. А может, тоже с Китая закажу, чтобы подальше бросать их. Хорошие воблеры на жероха. Такого размера. Он 5 сантиметров длины и весом 5 грамм, кажется. Немного краски по спине. Думал, краска это не краска, точки белые, а какие-то мусор в пакетике был. Это таки воблер довольно ловистый. Я ловил на таки воблер жероха. Думал, случайно. Потом специально, целенаправленно ловил слою на полтора килограмма на килограмма. Схода в пару было и меньших пару штук злою на такую расцветку и на форму. Лопатка на лопатке. Какая-то трещина. Немного треснутый, видно он. На камеру, на мою камеру особо не видно, но видно, снизу лопатка. Полоска такая, трещина. Разглядываю трещину, не сквозная, а чуть-чуть только снизу. Наверное, или таки выслали, или по дороге где-то. Ну, лопатка не очень равномерная. Еще таки китайский воблер. Неоригинальный. Так, распечатываем дальше. Это потяжелее посылка. Напоследок оставлю. А это, напротив, последняя желтая. Сейчас распечатываем следующую посылку. Оценка доллара 26. Могли бы поменьше, конечно, оценить. Ну, сейчас, кажется, у Беларуси у нас уже лимит 200 долларов там. Но, чтобы не дороже 20 долларов посылки были. Распечатываем. Один воблерок. Ратлинчик красивый. И второй воблерок. Что-то не одинаковые прислали. Кажется, разные заказываю. Так, пусто. Хотя, не, не одинаковые. Видно, ратлинчик. С переливом таким красивым. Золотистым. Я думаю, он немного потусклее будет. Не такие яркие, близкие. А этот голова спереди красноватая. Ну, красивые. Можно попробовать от зимой. Вот весном блеснение их. Вот вес половить. Я то летом ловлю. По дну волосишь потихоньку, так неплохо так клюет. Ну, тяжелые. По весу не скажу. Это, наверное, для зимы и естены. Ну, летом тоже буду ловиться на ямах даде. Главное, проводку на их подобрать. Поедем на рыбалку на днях. У нас сейчас снега намело. Уже перед гаражом еще вот истюдок. На рыбалку можно съездить. Такие тяжеленькие. На вес, если брать, скажу, грамм где-то около 10 даже. Если этот вот 5 вважить, то этот даже больше, чем 10. Тяжелый. Это хорошо будет попробовать его на жераха летом. Где по милях. Но он будет быстро тонут, так по дну ходить. Жерах, то наверху. Короче, побачим. Красивые отливы такие. Ну и качественные. Попа это. Пролиты. Тяжеленькие. Кручки. Я знаю из Китая, сколько мне не приходили мелкие такие, прям маленькие. Кручки менять не надо. Хорошие. Так, второго. Откроем. Второй. Голова. Больше желтая. Ну, спинка красненькая такая с отливом. Живочек. Серебристый. Цепляется сразу за палец. Острые крючки. В это спинка больше. Сюда желтая, сюда красная. Где морда. И голова тут красная. Ну, с серебристым животиком. Это красивые воблерочки. Вот. Поеду. Короче. Может завтра, если погода позволит на это. На яму. Поблеснить на их. Если это можно назвать блесной. Не блесна. Поварить, короче. Открываем следующую посылку. Доллар 49 оценка. Слышная. Это будет покрупнейшая ратлина. Даже не ратлины, а один ратлин. Похожие у меня есть уже, но не такие. Я думал, такие самые будут. Это такие-то с мордой острой более. У разных продавцов заказываю. У меня есть похожие, только полосочка не тропал. И немного другие. Ну, на того воблер, эээ, воблер ратлина я ловил. На медленной-медленной проводке, на волочении, по дну. Неплохо штуки клевали. На глубине где-то 2 метра. Так, полтора-два метра. Размер его где-то около 7 сантиметров. Чемненький такие, яркую, солнечную погоду. Неплохо штуку ловить. Много рыбаков на лодках, троллясь, плавают там, это. На живца ничего нету, а я на такое вот похожее. Немного там расцветка чуть-чуть вертикальными полосками. Так, наверное, штуки 4 квадрат словил. Покуда они начали, бачили, что отсловил, да моторами по мне плавать. Где я ловлю? На медленной проводке. Так. Ну и последняя посылка. Оцененная. 0,3 доллара. Короче, 30 центов. Не видно, бликуя. Вот полные китайцы, некоторые. Некоторые в полную стоимость оценятся. Некоторые подешевле знают, что лимиты вокруг поделали. Убляха пакетико чуть не порезал. Приманкой. Оторву дали. Выкрушиваем. О, это уже покрупнее. Не ожидал. О, тоже ратлинчик. Ратлинчик это будет тоже для зимы, походу. Тяжелый. Тяжелый, тяжелый. Даже тяжелее за этих вот. Что красный. Тяжелый, тяжелее за этих даже. Думаю, можешь сейчас зимой даже по судаку попробовать на него. Открываем. Мелкий ратлинчик этот. Мелкий ратлинчик. Думаю, неплохо будет ловить. И если я на такого вот ловил штуку. Хорошо клевало на медленной проводке. Ну, дядя мы такие метров 5, 4, 3 даже так. Долго опускается он. Так, проводки неэффективные. Сильно долго опускается до дна. А вот этот вот будет по дну хорошо бомбить. Он по весу, сказать, тяжелый. Веса на их не написано из-за глубления. Но тяжелый, тяжелый. Грамм, наверное, около 15 даже. Жаль, я не взял с собой весов этих ювелирных. Так бы взвесили. Сейчас бы. Он темненький таки. Снизу серебристая пузика. Вот на похожий я и ловил. Думаю, неплохо будет ловить рыбку. Лишь бы рыба была. Но я его одного заказал всего лишь. Посмотрю, если будет ловить. Да еще одного закажу. Хай будет в запасе. Стоят, цены недорого. Сами по себе. По доллару, по 70 центов, по 50. Ну, по 50 это этот вот. Жероховый только. 50 центов стоит. Клей немного на боку. Видно тут клей. Вот этот мне понравился. Это на его зимой сейчас попробовать можно на отвес. В отвес ловить. Думаю, неплохо и по крупному окуню, и по штуке даже будет. Ну, и судак должен брать. Судаки яркие проманки особо не любят. А потемней такие. И вот, последний. Тоже, что в посылке это был последний. Крупный. Это я брал на штуку, на троллинг. Ну, и в заброс будем пробовать. С вида красивый такой. Немного парк обновил. У меня уже этих воблеров разных. Немного и дорогие есть, и недорогие. Пакет. Это я вот порезал пакета. Видно. Надрезал пакет. Пакет. Целых уже 4 метки метровые. Вещат один за день зацеплены на стене. Ну, а это я не знаю, покуда что. В пакетиках полежать, а там тоже на стену повешу. Чтоб не терлись они, чтобы одного краску не оттирали. Ну, может, если вот штуратлины пойдут зимой, попробую на их. Уже 16-е у нас февраля. Скоро на штуку запрет наснется с марта. Короче, осталось пару недель по штуке, чтобы походить. Выбросил тот пакет пароватый. Не знаю, как он называется, этот воблер. Копии, конечно, все. Китайцы копируют с брендов каких-нибудь. Лопатка вроде ровненькая такая. Не сильно крывая, кольцо здесь. Ну, расцветка красивая. Желтая, низ красный. Спинка черная. Судя по лопатке, где-то метров будет, до двух заныривать. Может, если на длинной леске, таких до трех даже. Ну, до двух, то точно, думаю. До трех на враге. Это я брал по штуке, где по мелкому руслу, по мелких речках ловить. Ну, у нас Припять. И притоки там небольшие. То на притоках сейчас глубина, или там до двух метров, на ямках только так полтора метра, метр даже. Ну, на проводку в заброс нормально будет ловить, а вот уже на троллинг будет заглубляться, будет дно цеплят на этих речках. Ну, можно на Припяти по отмельях тягать тоже. Воблер красивый. Наверное, Миннов называется, или, как они по форме. А то особо не зацикливаюсь на названиях, доношу. Воблер, да и воблер, лишь бы ругаю. Вот такая у нас... Это... Сбью. Сбью я подставку под камерой. Такая у нас вот сегодня обновка в рыболовном парке нашем. Порадовали китайцы давно. Воблеры не приходили. Ну, один был, пришел, я про его и обзор не стал снимать. Маленький серебристый длинный воблерчик. По типу этого вот, только чуть-чуть длиннейший такие формы, продолговатое. На 6 сантиметров, там с половиной этот, 5 с половиной. И серебристый полностью. Это у нас на жераха я брал. Это по щуке. Кстати, вспомнил, у меня что, щуку я ловил, так он такие... Пятнышками зелененькими, что такими. Весь. Может, потом сниму по моих воблерах видео отдельное. Чисто на что я ловлю. То покажу. На кого щука хорошо брала. Ну, тоже похожий. Ратлины, это ратлины. Вот это ратлинчик, это тяжелый. Это для зимней, походу, рыбалки он будет все-таки. Там было написано, где-то зима. Зимняя, вот вес ловить. Он таки. Качественный. И на вид, и красивенький. И тяжеленький. Даже летом его на мелкую катушку. Я заказал катушку для лайта. Трехтысячную. За 50 долларов. То надо к катушке еще удочку прикупить. Буду бросать. Будет на леске тонко и далеко лететь. По милях где-то, что жереха можно пробовать на такие. И вот это тоже. Зимой попробовать. Ну, сильно блескучий, яркий. Не знаю. Там песком забьется немного. Блескучесть это потрепаться. Так можно и ловить будет. Можно и на яркий будем ловить. Рыба тоже блестит. Вот упал. И этот с переливами тоже. Ну вот такие у нас воблерки. Дополнение. Вот эти три мне нравятся совсем. Ну и вот этот наш щук. Там уже поиграли. Там посмотрим. Буду заканчивать на этом. Та небольшая распаковочка. Как бы и обзор. Рассказал, что да я. На что ловил. На что не ловил. Ну ловил я. На такое ловил. В основном жерех. И на такое. Только пятнами вниз. Зеленоватыми. Больше темными. Как бы сказать. Ловил штуку. На такие воблеры. Этот пять сантиметров. Соответственно. Этот где-то. Сантиметров. Если глянуть. Семь. Семь с половиной. Даже вот что я. Долго рассказываю. Если у меня с сигаратом лежит. Эй. Этот. Штангель хороший. Сейчас. Вам размеры покажу. Во. Я же говорю. Семь с половиной. Этот маленький. Беру по телу самому. Без этих. Ушек. Четыре с половиной даже. Ага. Четыре с половиной. Ну жереха. Он хорошо-хорошо ловит. Этот воблер. А так пять получается. С ушками. И вот эти что. Ратлины. Наверное все таки больше для. Отвесного. Глова. Шесть сантиметров. Этот соответственно шесть. Этот. Маленький. Будет наверное и четыре все. А нет. Тоже пять. Думаю где на ямках жира будет стоять. По вот милях. До ямки. Будет хорошо пробивать дно. Ну а это крупный уже. Это я на штуку заказывал. Все не все пришли. Все должно что-то там прийти. И вчера много заказал что. Ну вот. Одиннадцать сантиметров этот. Вот это будет на штуку. Офигенный воблер. Вчера тоже заказал. И воблера много. И катушку. И удочку. И что-то еще там. Одну катушку кстати. Отменил. Заказ. То что посмотрел на ее отзывы на ютубе. Отзывы то хорошие у китайцев были. В магазине. А вот на ютубе видео нашел. Так там оказывается один подшипник всего лишь. А написано 11. А у катушки один подшипник. И все остальное это в турке второпластовые. Так отменил заказ. Еще не выслали. Ну деньги подожду там 20 долларов. Подожди деньги. Да и все что-нибудь закажу. То что уже карточка пустая. Закажу другую. Нашел катушку King. King станка лица называется. Там вроде бы подшипников побольше стоит. Ну короче посмотрю. Может что лучше подороже найду. Что было по качественной. Хоть и втых китайцев. То что у нас за те же деньги не купишь нормально. Тоже. Загадаюсь. Как у Китая цены. На самое. Самое дешевое. Что-то я сказал. Короче что в Китае самое дешевое у нас стоит. Что в Китае самое дорогое. Вот как выразиться можно. Так что лучше с Китая купить тое самое дорогое по цене нашего дорогого. Нашего короче дорогого. Ладно. Буду заканчивать. А на этом. Кому было интересно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все таки. Еще надо камеру хорошую мне купить. Снимаю на старый фотоаппарат уже. Уже 12 года ему. Заказал бы с Китая экшн камеру. То она что-то глючит там. Короче надо хорошую камеру заказать. Будем рыбу ловить летом. Думаю в этом году рыбалкой заняться немного. ПОБОЛЬШЕ. ПОБОЛЬШЕ. КОНЕЦ. ПОБОЛЬШЕ. 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 Всем удачи. Всего хорошего. До свидания.